всем привет и мы уже не сами едем в университет, а уже подкидываем наших одогруппников. Сегодня с нами едет Клаудия. У нас сегодня должен быть несложный день, потому что мы сегодня с 10 до 2, а потом в течение недели сделали расписание как по нарастающей, с самого легкого дня до самого сложного. В четверг у нас 10 часов пар. Супер, я жду четверг. Сейчас мы зашли в столовку, вязали себе покушать, потом мы идем в зал. Нам очень понравилась лекция, потому что сегодня у нас преподаватель был относительно молодой, он у нас прикрыл в Испании 3 лекции. В общем он сладкий, просто он у нас в Испании тоже 3 первых лекций. Вот и он нам тогда еще понравился и здесь он как бы свой авторитет держит. Хороший преподаватель, он такой современный, знаете, вот без лишних вот этих приколов, типа отмечаний и он был удивлен, когда услышал, что у нас на одном предмете каждую лекцию у нас тест и какое-то задание. Он был вообще в шоке. Я взяла себе крем-суп, Тимка себе взял салат и отбивнуху, как всегда. Сейчас уже 7 часов вечера и я вышла в торговый центр идти. Представляете, вот раньше я жила в доме, в котором внизу был гастроном и я выходила там с шоколадкой за хлебом прямо туда. Сейчас я выхожу из дома и иду в торговый центр. Не знаю зачем. Вообще я хочу купить духи сильно себе. Я хочу понюхать, что мне понравится и наверное купить. Потому что у меня нет духа, закончились все. Раньше пользовалась Armani Aqua Deja. Мне очень нравился этот запах, но он мне уже надоел. И вот я дождалась с момента, когда они закончились. И решила, что все, нужно менять запах. Я уже внутри и сейчас буду показывать вам все, что мне нравится. Или не нравится, или просто интересно мне. Когда-то я была в Таиланде и там был точно такой же дезодорант. Это соль. Это очень натуральный дезодорант. Соль. Его нужно мочить и потом наносить на кожу. Смотрите, еще какие тут ядовитые краски для волос. Все равно вот эти. И еще тут есть нововременное окрашивание. То есть эта краска смывается. Спрей. Из новых лично для меня магазинов. Вон сзади магазин, который называется Lindex. Это шведская марка. Судя по оформлению магазина, я так подозреваю, это сеть H&M. Ну, в общем-то, магазин неплохой, но такой для людей постарше. Постарше, чем я. Вот. Закон подлости. Магазины уже закрываются. Я уже ничего не успеваю. Ну, блин, ну как так? Так как я вам уже сказала, что магазины закрывались, я просто очень быстро, реально очень быстро забежала и купила все духи. Здесь есть такая вообще сеть магазинов. Она вообще не здесь. Она по всей Европе. Как это называется? Дуглас. О, вот. Дуглас. Там я зашла себе и нанюхала духи. Ну, в общем, я уже приблизительно знала, что мне нравится Ланвин или мне нравится Донна Карен. Вот. Осталось только определиться, какая именно Донна Карен. И я, в общем-то, выбрала. То есть покажу вам. Собственно, вот и оно. Та-дам. Такая красивая покупка. Честно. Вот и оно, собственно. Та-дам. Мои новые духи. Мой новый запах. Вот чем я буду пахнуть. Надю, а как тебе мои духи? Ну, мне нравится. Я, конечно, заберу себе. Нет. Нет. Это мои духи. Мои. Мои духи. Мои. Да. Такая баночка. Я еще купила себе дезодорант. Но дезодорант это ладно. А смотрите, как он пшикает. Он пшикает через вот эту вот петельку. Смотрите. Везде. Прикольно. А еще я купила себе колготки. Но это такая чисто женская тема. В Испании я купила колготки за 6 евро. Мне очень нужны были колготки. Я купила их за 6 евро. И они были ужасного качества. В общем, мне очень нравятся. И мораль всей басни такова, что, девочки, если вы едете в Испанию, берите с собой колготки. Потому что там они отвратительные. Просто ужасные. И дорогие. Представляете, нас оштрафовали. Да. Мы попали на 25 евро. Мы еще точно не знали. Мы подали апелляцию. Но я начну с самого начала. Оштрафовали нас за неправильную парковку. Точнее, не за неправильную парковку, а за то, что мы не заплатили за эту парковку. Рига делится на парковочные зоны. И так как мы живем вообще в историческом центре, здесь самая дорогая парковочная зона. Здесь за час нужно заплатить 5 евро. А за целый день нужно заплатить 20. Мы спрашивали у нашего владельца, как здесь вообще штрафуют, не штрафуют. Он говорил, что в принципе он не попадался, но теоретически оштрафовать могут. И что самое интересное, нас оштрафовали не здесь, не возле нашего дома. Потому что мы обычно ставим машину на бесплатную парковку. Там нужно к ней пройтись минут 5. Но в общем-то лучше ставить на бесплатную, чем потом платить штраф. Нас оштрафовали, когда мы оставили машину возле спортклуба People здесь в Риге. Там был знак парковка и условия парковки были на латышском языке. То есть мы как-то, мы еще и проезжая это там быстренько посмотрели, что вроде как было написано только, только, то есть тем, у кого есть абонемент в клубе или что-то такое. То есть что-то бросилось в глаза. И мы подумали, так как у нас есть контракт с этим клубом, то есть мы члены клуба, поэтому у нас парковка будет бесплатно. Но оказалось, там было написано, что бесплатный только первый час. И когда мы вышли из клуба, мы увидели вот такую вот длинненькую, желтенькую бумажку у нас на переднем стекле. Да, оштрафовали у нас на 25 евро. В общем, Стас, как водитель, он написал письмо этой компании, которая наша страховала, он объяснил ситуацию. То есть мы ждем, что они решат, будут ли они нас штрафовать или нет. Мы им объяснили, что мы не поняли условия, то есть там такую, то есть правду сказали. Вот, поэтому мы сейчас уже, когда подъезжаем клубы, мы уже сразу оплачиваем через интернет парковку. В общем, здесь с парковками туго. Очень мало мест, где поставить парковку бесплатных. Вот, и там обычно все занято. То есть мы, бывает, на нашу бесплатную парковку возле дома подъезжаем, и там просто стоим, пока кто-то выйдет. Но другого способа нет. В общем, мы вам желаем, чтобы вас никогда в жизни не штрафовали, и чтобы вы не нарушали правила. И крепко спали. И крепко спали. Да, вот так. Всем хорошего дня, всем приятного аппетита, до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok